всем привет с вами снова я настя и это видео будет аптечка для ребенка в таиланд но она будет относительно для ребенка также частичное лекарство будут и для нас взрослых поэтому если вы собираетесь ехать с малышом в азию в таиланд то пожалуйста смотрите это видео надеюсь он будет информативным для вас сразу оговорюсь я не фанат лекарств почему потому что мы уже ездили в таиланд в принципе я знаю что если есть какие-то экстренные ситуации в плане болит живот там я не знаю какие-то запоры температуры все это легко поправим можете прийти спокойно в аптеку поговорить с консультантом и он подберет вам подходящее лекарство но бывают случаи примеру как у меня сейчас я кормлю грудью и некоторые лекарства пример мне нельзя допустим там антибиотики с адекаином и так далее поэтому некоторые лекарства приходится брать москве так в целом я считаю что аптечка должна быть минимальной прям минимум если конечно не болеть хроническими заболеваниями потому что смотря обзоры других людей почему-то все берут с обычной дни чемодан там лекарств как будто я не знаю они едут куда-нибудь в африку в пустынь именно где нет ни врачей не медстраховки не аптеки не лекарств также если вы едете в пилан соответственно делайте страховку поэтому вдруг что-то случится вы спокойно можете обратиться за помощью пожалуй я вам покажу сейчас сразу две косметички я бы так назвала в которых лежат основные средства находит и лекарства и средства личной гигиены скажем так все это в меню упаковках итак у меня заняло все это две косметички только за того что вы по объему не особо большие и и две мази они просто очень большие по размеру они к сожалению не влезли сюда начнем наверное с белой прозрачный покажу вам мы взяли для егора ножницы это средство гигиены в любом случае в самом чемодане это можно провозить также отдельно я взяла пантенол детский это средство после солнышка для того чтобы кожа не воспалялась для взрослых я рекомендую покупать там в Таиланде алоэ вера это такая зеленая упаковочка флакона в принципе помогает от ожогов но если у вас большие упаковки то можно поделить на пополам далее идут средства личной гигиены для егорки у меня все мини версиях тревел версии как хотите называйте мне не достались еще в роддоме так что я экономично пользовалась ими но в принципе у меня были просто большие упаковки и как-то нужды в маленьких я не видела но видите они пригодились и так это бережный уход от johnson's baby обычный крем также johnson's baby крем под подгузник пенка для купания шампунь без слезы к новому в принципе я добавляю в ванну и просто на мылевую гонку и также у меня есть скажем так ей для душа это пробничек от бепхен этого в первое время просто за глаза если что все это можно купить в Таиланде в бикси в аптеке где хотите это в принципе все есть в принципе дальше видите у меня уже здесь осталась такая маленькая упаковка сюда еще вошло мыло johnson's baby тоже детская это для подмывания в принципе тревела версии я думаю она нам подойдет ее хватит на три недели мне кажется даже останется маленькой косметических скажем так здесь находится у меня ватные диски ватные палочки пластырь детский также идет шприц от норафена я просто вытаскивать не буду уже также я взяла хиповский чай ромашкой он не для того чтобы его пить а для экстренной ситуации если у ребенка будет запор чтобы сделать клизму поэтому да с собой я возьму детскую клизму почему не микро клизма так он по-моему называется лекарство потому что я пробовала его на себе и могу сказать сразу мы также пробовали на Егорке оно щипет некоторым конечно это нормально некоторые терпят но нам почему-то попали сильно вот которые раздражают скажем так кишечник и это не самое приятное и действия у нее не было такого прям супер-пупер поэтому я считаю лучше по старинке с кипяченой тепленькой водичкой с ромашкой и у ребенка нет проблем но я надеюсь что у нас это обойдет но если вдруг что у меня с собой четыре таких пакетика я думаю мне пока что хватит а также мы берем с собой термометр ну это чтобы проверить вдруг если у уборки будет не знаю температура от того что он перегреется надеюсь такого не будет и если к примеру зубы ну у нас скорее всего зубы потому что у нас так четыре зуба лезут как видите это маленькая версия здесь ничего такого нету криминального это все вот пластыри почему я сразу беру ну чтоб не покупать когда и так есть и мы особо не пользуемся взрослые ножницы я пока не буду показывать они еще пока что нужны но соответственно туда пинцет для бровей ножницы кусачки это такое дело важное вторая косметичка она более габаритная только из-за того что туда вошли все средства которые занимают очень много места как я говорила это детская клизма маленькая для экстренной ситуации также у нас были проблемы с соплями только когда у Егора полезли сразу два зуба нижних и стали набухать верхние тесна так что у меня остались капли aqualor baby я их на всякий случай возьму мало ли вдруг пригодится но я сомневаюсь в этом так же повторюсь все это можно купить в Таиланде далее ушные капли атипакс они на случай если вдруг продует если вдруг вода попадет там айтиты если вдруг давление но честно скажу я в самолетах не буду проносить тому что их и так достаточно следующее средство это фенистил капельки от аллергии их нужно капать маленьким от годика 10 капель продолжим далее в этой аптечке лежат норафен это детский он клубник с клубничным вкусом потому что у Егорки может быть аллергия на цитрусовые потому что в беременности я переела апельсинов и после этого началось просто адово не обращаю внимание Егорка проснулся чуть не в духе поэтому иногда буду слышать как Егорка плачет чуть чуть норафену это уже скорее для нас взрослых это там Томберда для Гойла потому что я повторюсь же так как я кормлю Егорку грудью то мне соответственно некоторые лекарства до сих пор нельзя а это лекарство безвредное помогает горлышку прийти в себя вдруг кондиционером продую там холодного обопьюсь так что это на всякий случай и последнее самое последнее лекарство это энтеросгель сладкий это на случай если вдруг съедим что-нибудь не то будет болеть живот вдруг там отравишься еще что-нибудь пищевая аллергия по моему даже этот энтеросгель для детей с годика так что он покрас я думаю вот беречь от замораживания но ничего страшного думаю если мы там в самолете провезем вот отравление кишечной инфекции интоксикация аллергия поэтому если вдруг что поможет им нам и Егорке стоило оно конечно в районе 400 рублей упаковка большая ее хватает надолго но я говорю это в случае экстренной ситуации именно с Егором потому что все таки я еще не знаю как он отреагирует на фрукты на допустим если морепродукты ему дадим попробовать и последнее это для ссадин царапин в случае если там порежемся это мазь себе panten plus точнее крем для наружного применения я хотела взять мазь бы не от цены но к сожалению не было в нашей аптеке поэтому пришлось взять себе panten в принципе у них похожие свойства цена ну там разница плюс 100 150 рублей минус 150 рублей поэтому я считаю этого будет достаточно вот на случай я говорю экстренной ситуации остальное можно купить в аптеке сходить в госпиталь воспользоваться страховкой на этом пожалуй все это вся аптечка скажем так я считаю каждого средства должно быть по одному по одной позиции а не так как я смотрю видео а там в одном видео сразу не знаю куча лекарства от живота там рейни спумизан гели еще чуть какие циспензии куда столько вас желудок просто не такое вы там ну конечно будете пировать скажем так пробовать и есть но не до той стадии когда вы не знаю отъедитесь просто и встать даже не сможете надо есть миру ну и по поводу там я не знаю антибиотиков я считаю это вообще опасно я не рискую и от простуды какие такие средства я не беру потому что если что говорю это все можно приобрести там на этом пожалуй все всех люблю всех целую пишите ваши комментарии пишите что выбрали в аптечку вообще если планируете поехать в таиланд чтобы вы взяли на этом пожалуй все всех люблю всех целую пока пока пока